Всем привет! Всем здравствуйте! Оля из Тампери, Финляндия. Каппахал считается бюджетный шоппинг. В Финляндии он продается очень хорошо. Конечно, сейчас цены подняли, но всегда есть скидки. И в августе, конечно, финал сел везде. Только придите, купите. Ну и новинки. Да, конечно, новинки хочется примерить. И размеры в женской одежде. Маленький размер 34 и до 56. Есть детский отдел, есть мужской отдел. Ну и, конечно, магазин поделен вот так. Я стою в отделе для пухляков. И здесь у нас, конечно, вот сразу фарку предлагают. Фарку джинсы. И мне нравится, что есть фотка. Даже вот, как говорится, в джинсах вы ничего не понимаете. Смотря на фотку, можно понять, ага, вот это для меня. То есть и две длины. То есть можно, вот, как говорится, еще заказать на короткие ноги и на длинные ноги. И здесь высокая посадка. И мне кажется, очень бюджетный шоппинг. 59,99, если вот такие джинсы можно купить. Здесь у нас буткат, клеша. Вот такая для молодых, может быть. И не знаю, конечно, женщины и плюс-сайз могут вот такие джинсы. Как говорится, примерить. Но все нужно мерить, конечно. Я считаю, что ничего нельзя вот так купить просто так. И лекингсы обожаю я. У меня точно такие же лекингсы. Мне нравятся они. И здесь у нас тоже, мне кажется, все-таки это бюджетный шоппинг. 49,99. И вот мой размерчик. Но у меня точно такие же лекингсы есть от Ченча. И мне нравится, что чем их больше стираешь, тем они удобнее и мягче становятся. Вот так, чтобы увидеть какую-то вещь. И прямо сердце остановилось. И ты думаешь, о! Но вот об этой вещи я мечтала все свои 58 лет. Нет, нет таких вещей здесь нету. Вот я смотрю на эти кофточки, туники. Думаю, конечно, примерки хочется снять. Но вот чтобы такое прям умереть, не встать, нету. И когда люди показывают футболки, например, из этого каппахала, они очень быстро вынашиваются. Вот так иногда смотришь и думаешь, ну, как человек их стирает, что они вида вот такого, как тряпка. Я все стираю колором. Мне нравятся жидкие средства. Они не выцвечивают вот эту фактуру. Ну и, конечно, если что-то капнуло и так далее, у меня для этого есть Марсель Шайпо. Вот такое мыло Марсель. В это мыло входит соду. Сода, оно, конечно, отстирывает все очень хорошо, если какой-то соус или вино, или помада, или крем-пудра. Ну и, конечно, у входа всегда вот уже новинки. Ну и мы, конечно, направляемся в примерочную. Я взяла ровно 5 вещей, вот, как говорится, на 12 минут видосик, чтобы вы успели поесть, запить все это кофейком и отправиться на работу. Ну и, конечно, материалы тоже оставляют иногда желать лучшего и качества тоже. Но, с другой стороны, 27,99 у нас нету центов. Это округляется до 28 евриков. Вискоза 95, 5 эластанов, 40 стирать и подсядет на 5-8%. Я считаю, что все нужно стирать в 30. Вискоза, чтобы она не подсела, она может подсесть 8%, это, считай, один размер. И я оставила здесь под платьишко. Я хожу вот так, чтобы, как говорится, голыми ногами не сверкать. Ну, что хочу сказать. Да, конечно, по магазину, если ты жаришь картошку, вот такая платье туника, самое то. Ну, и на этом оно останется, конечно. Это гардеробчик не мой. Не скажу, что прямо вот действительно сердце останавливается. Простовато. Хотя очень приятное вот это черно-белое мне нравится. Но все равно простовато. Простовато. Хочется какой-то все-таки изюминки в вещах. Здесь, к сожалению, не изюминки. Даже пакета от этого изюма нету. Ну, и качество. Вот я всегда показываю. Да, конечно, здесь тоже второй сорт вещи есть. Здесь вот прямо так опять шито, пошито, пришито и пошито, опять пришито. Да, конечно, вот этот край очень плохо сделан. Ну, и здесь то же самое. Видно, нитка кончилась. Потом решили еще ту демо-сю демо на всякий случай прострочить. И потом отрезали, где эта нитка кончилась. Да, иногда качество вот такое. Я прекрасно понимаю, почему эти футболки очень быстро выходят из строя. И похожи на то, что как будто действительно этой футболкой сначала помыли пол, а потом постирали, повесили на веревку. И потом опять блогер надел и пытается в ней ходить. Ну, вот эту я взяла футболку XL. И почему я говорю, все нужно мерить. Вот два XL мне была велика, а XL мне тесновато в попе. Ну, как можно что-то по интернету заказать или не примерить? Все нужно примерять. Никогда ты не знаешь, какая модель и так далее. И когда я примеряю шорты, мне написали, оля, почему вы не показали ноги на рот. Там примерочная была, но с Гулькин просто да, метр на метр хорошо развернуться. Даже было некуда отойти, потому что я попой упиралась в стену. Здесь примерочная. Более вот такая, как бы скажем, для плюс-сайз. Здесь хоть можно вот так встать и, как говорится, сделать первую позицию. Ноги у меня обыкновенные. Я никакая не прима-балерина, бывшая из Мариинского театра. Ну, ног две, и они идут и вперед-назад. Это, как говорится, уже позитив. И я сейчас действительно вот так волосы вперед тоже перекинула. Мне нравится черное-белое. Все-таки это мое. Здесь у нас вискоза. Но вискоза не такого качества, как хотелось бы мне. Да, теперь много вот этого переработанного материала. Иногда трогаешь. Ну, вроде, да, натуральная вещь. Ну, а потом начинаешь рассматривать, понимая, что, да, конечно, не совсем то качество, что бы хотелось вот за эти деньги. Рубашонка великовата. То есть, конечно, вот это место могло бы быть и уже. Но, с другой стороны, она наверняка подсядет. Вот проблема в этих магазинах, что ткани не моченые. И, конечно, когда ты постираешь, она может сесть либо в высоту, в высоту, в длину, в ширину, куда, не знаю. И резинку я вот так загнула. Да, резинку тоже можно сделать, если хотите, рука в три четверти. Ну, вот, не знаю. Мне почему-то ни одна из этих вещей не так вот прям, чтобы я одела и думала, О, ну, сейчас точно потрачу свои, как говорят, отступные с работы и куплю себе на эту тунику. Нет, не очень она мне нравится. Хоть бы как бы я лицо не пыталась, скажем так, состроить. И когда я загнула еще вот так, если носить, то есть, как бы, загнуто, но не три четверти. Ну, хороший рукав, хороший. И когда поднимаешь руку, не то, что вся прямо кофта поднимается наверх. И когда я показываю свои вещи в горох, мне был оставлен один смешной коммент. Ну, сколько нужно вещей в горох? Ну, народ, кто-то покупает, может быть, что-то другое. Мне нравится горох большой и мелкий. И, как говорится, все мои вещи в горох, они все равно разные, скажем так. Ну, вот это я взяла только из-за расцветки. Ну, и здесь, конечно, удивило меня, что в 40 стирать, это 100% вискоза, подсядет на 5%. Конечно, только в 30 стираем вискозу, никаких 40. И оставляем в воде, должно быть жирным, подчеркнуто внизу, а вставляем в воде. Если очень выжимать, да, может подсесть и больше, чем на 5%. Ну, и всегда идет реклама, присоединяйтесь к их клубу, будьте любезны. И вот здесь, если вы хотите, отдайте свои старые вещи, как говорится, тоже можно отдать. Должна быть экология, kapahal.com. Вот туда можно зайти, прочитать эту информацию. Ну, это все понятно. Ну, что хочу сказать. Надев это платье, я не знаю, я похожа, как на какую-то Ефросинью из фильма «Кубанские казаки». Вот, честно говорю, какое-то платье непонятное. И вот это место меня удивило. Тут вроде как кокетка, вроде как резинка, вроде как приспущенная. И когда я сделала вот так, вот это место как раз, где у меня самая жирная точка в моей талии. Вот это место. Ну, я не знаю, народ, это как вот, это специально так, крой? Или это просто фигура моя вот такая, которая выдает, что у меня нету талии. Но вот это место, это просто караул. То есть я, если такое платье куплю, я буду стоять и думать вот о этом, вот что у меня здесь эти бока жирные. И я буду все время это платье одергивать. Ну, и додергиваюсь до тех пор, пока дырка будет вот в этом краю. Ну, что-то как-то, может, действительно как-то это втяните живот в себя. Помните, как служебный роман, и вперед, и назад все в себя. Да, и, конечно, декольте большевата, если наклониться, то, конечно, будет и все это видно. Может быть, размер еще великоват, и я слишком маленького роста для этого платья. Может быть, рост нужен бы выше, чтобы вот это, как говорится, все по-другому село. Нет, конечно, вещь не моя. Ну, и это голимый полиэстер. Размер я взяла XL, 49,99. И вот мне нравится, что здесь уже под платьишко, да, то бишь алушмекко, но оно пришито. Вот, честно говоря, я бы вот это все отрезала, отрезала эти кнопки и одевала по-другому. Сначала бы одевала под платьишко, а потом бы одевала платье. Потому что, когда вот все это вместе пришито, у меня, например, проблема. Все время эта штука переворачивается. То есть тебе нужно смотреть, куда ты эту руку суешь. Пока я эту руку ссувала, я думала, я просто покроюсь красными пятнами. Вот, я так и не смогла одеть. То есть, конечно, оно перевернулось, все уже на мне. Нет, это, конечно, не дело. Я бы все это отрезала, эти пуговки тоже, петельки отрезала и носила бы отдельно. И вот хочу сказать, как у меня одна подруга тащится вот от такого, от леопарда, она от тигровой вот этой расцветки и так далее, и так далее. И как не нравится мне. Но вот я не знаю, почему мне такое не нравится. Хоть бы как я на лицо не переворачивала и не пыталась как бы состроить губки бантиком, а бровки домиком. Чего-то какая-то я в нем даже большая. Вот это место мне не нравится. Нет, ну, не мое, не мое. Вот я не знаю, кто напишет. Оля, не гневите Бога, вам так здорово. Ну, не знаю, кому это здорово. Мне не нравится. И, конечно, полиэстер просто сто процентов. Хорошая эта фирма. Да, здесь можно нарыть хоть слона на веревке. Очень много приличного. Конечно, сейчас большущие скидки. Если вот действительно по селам вы ударите, можно приодеться очень-очень бюджетно. И каппахала в Тампере ровно две штуки. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампере, из Финляндии. Всем физкульт-привет. Пожалуйста, напишите комментарии. Ваши комментарии продвигают видео. Не хворайте. Субтитры сделал DimaTorzok